Вряд ли кто-то сбежит, когда с ветерком можно прокатиться. Здравствуйте! В эфире 7 News. С вами Арстан Балтин и Гульна Сауданбаева. Обновленные правила дорожного движения Казахстана вступили в силу. Всех ли они удовлетворили и чего в них может не доставать? Об этом мы спросим независимого майориста. Что нам ответит эксперт, узнаем совсем скоро. С вами Арстан Балтин и Гульна Сауданбаева. С вами Арстан Балтин и Гульна Сауданбаева. С вами Арстан Балтин и Гульна Сауданбаева. С вами Арстан Балтин и Гульна Сауданбаев. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Под угрозой множество виноградников и фермерских хозяйств в Австралии лесной пожар угрожает Аделаиде Это чья-то коррупция, это кому-то выгодно Это выгодно Езда по-новому, правила дорожного движения в Казахстане все больше огорчают водителей Точные причины массового отравления до сих пор неизвестны В селе Березовка на западе Казахстана Открылась новая станция экологического контроля Кто контролирует ситуацию? Вы смотрите 7 News, с вами Растан Балтин Начнем с чрезвычайных событий мирового масштаба В Мексике разбушевался вулкан Попокатепетль Он начал выбрасывать клубы дыма на высоту до 3,5 километров Действующий гигант находится всего в 40 километрах к юго-востоку от столицы Мексики, города Мехико Из-за извержения вулкана автомобили и дома близлежащих населенных пунктов покрылись слоем пепла Буйство стихии удалось заснять на видео в съемочной группе местного телеканала Малайзийская авиакомпания не имела права на перелеты в день катастрофы Airbus A320 мог летать по маршруту Сурабай-Сингапур лишь 4 дня в неделю А вот в воскресенье, когда произошла трагедия, среди них нет В Министерстве транспорта Индонезии поспешили заявить, что не давали разрешения на полеты лайнера И в данное время проверяют, каким образом он получил добро Пока же власти и вовсе запретили авиакомпании полеты по этому маршруту Сейчас стоит вопрос о лишении AirAsia лицензии в Индонезии Подробности в следующем материале Бортовые самописцы разбившегося самолета AirAsia могут найти уже сегодня Спасатели сконцентрировались на поиске черных ящиков в Яванском море Они должны находиться в хвостовой части судна Сейчас поиски ведутся в районе, где был обнаружен корпус лайнера Это примерно в 166 километрах от побережья острова Калимантан Погода наконец-то стабилизировалась и не мешает военным водолазам Но у спасателей возникают трудности в районе поиска из-за сильных подводных течений В операции задействованы 27 кораблей Черный ящик является нашим приоритетом Мы будем работать изо всех сил, чтобы найти его Основываясь на опыте, скорее всего, он находится недалеко от обломков самолета Накануне из воды достали останки четверых погибших Всего спасатели нашли уже 34 тела пассажиров и членов экипажа авиалайнера Все они отправлены в Сурабаю 13 из них уже опознаны и 9 переданы родственникам Власти тем временем обязали индонезийские авиакомпании Давать предполетные брифинги о метеоусловиях для пилотов Такое решение приняло Министерство транспорта страны Самолет Airbus A320, летевший из Сурабая в Сингапур Пропал с радаров 28 декабря над Яванским морем На его борту находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа По версии следователей, перед катастрофой лайнер резко набрал высоту, чтобы обойти шторм Гульнара Жендагулова, Андрей Сизиков, Seven News Сильнейший лесной пожар на юге Австралии подобрался к Аделаиде Пятому по размерам городу страны Огонь уже уничтожил и повредил в округе 26 домов В выходные дни возгорание началось в районе, где расположено множество ферм и винодельческих хозяйств Людей из эпицентра бедствия эвакуировали Пламя раздувает сильнейший ветер Распространению огня противостоят по крайней мере 700 пожарных В штате объявлена чрезвычайная ситуация Власти убеждают население покинуть свои дома Пожар продолжается и сохраняется очень высокая опасность Огонь стремительно перемещается и его направление тяжело предугадать Австралийские власти опасаются, что в этот сезон страна может столкнуться с сильнейшими лесными пожарами за последние 30 лет Им остается надеяться лишь на изменение погоды Лесные пожары отнюдь не редкость для Австралии, где лето наступает в зимние дни для северного полушария месяцы Новогодние праздники закончились летальным исходом для троих шимкенцев Еще 35 обратились к медикам с ожогами и отравлениями угарным газом По данным ДЧС, к трагедиям привели неправильная эксплуатация газового оборудования и праздничной пиротехники Сегодня утром на больничной койке оказалась целая семья из пяти человек Ирина Абрамова с подробностями Новогодние торжества для пациентки отделения токсикологии закончились на больничной койке Женщина и все четверо ее детей от 11 до 20 лет попали в больницу с отравлением угарным газом На празднике мы у мамы были дома в Кентал, там отдыхали Вот приехали вчера вечером, включили газ, и там холодно же обязательно Вот включили, ночью оставили газ включенный Из-за этого утром встали, начало голова болеть Я сама, у меня даже так прямо никак не могла встать На скорой привезли За выделением токсикологии объясняет, Гульмире и ее детям просто повезло Вовремя проснулись 3 и 4 января от угарного газа еще до приезда скорой умерли две девушки Одна принимала душ, второй пытался спасти брат, но не успел, едва не погиб сам При поступлении, со слов дежурного врача, было состояние средней степени тяжести, полное сознание было Но, несмотря на это, мы положили его, и оказана соответствующая медицинская помощь На данный момент состояние больного случая не было Причина обеих смертей – неправильно собранное газовое оборудование Утверждает инженер Кострансгаза и даже показывает снимки Тяги в домоходе в первом случае отсутствовало Совмещенно от вытяжки газовой плиты и газопотребляющего водонагревателя Она не совмещена была Второй случай – конструкция от домохода, от водонагревателя полностью была отсоединена Домоход, плюс к тому она в ванное помещение, вообще газопотребляющую оборудование установить нельзя Третьим в празднике погиб 67-летний мужчина Он сгорел в своей постели, причины выясняются Еще 28 горожан получили ожоги от взрывов новогодних салютов 28 человек, из них 24 – это подростки, дети Одна женщина и трое взрослых мужчин Из них 9 человек госпитализированы с ожогами руки и лица 19 человек, из них 16 детей, были оказаны первой медицинской помощью и отпущены домой В прошлый Новый год от пиротехники пострадали всего 11 человек Зато за весь отопительный сезон 2014 года отравление угарным газом получило рекордное количество горожан – 396 В новогодние праздники в Павлодаре в усиленном режиме работали травмпункты и вытрезвители Более 500 человек провели выходные в Центре временной адаптации и интоксикации Туда они попадали за то, что находились в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения Кроме того, внезапное ухудшение погодных условий добавило работы травматологам В результате гололедицы за помощью к медикам обратились около 300 повладарцев В Алматы резко увеличилось количество новогодних травм, а праздничная ночь и вовсе поставила печальный рекорд От взрывов Петард пострадали больше полусотни человек Это в 10 раз больше, чем, например, в прошлом году Сергей Ким подробнее О том, что травматизм, связанный со взрывом Петард, в эту новогоднюю ночь обрел массовый характер заявляют врачи Алматинской скорой помощи Никогда до этого года столько ожогов, ушибов и проникающих ранений горожане во время празднования не получали Печальный рекорд был установлен в первые часы нового года Звонки от пострадавших поступали непрерывно, говорит заместитель главврача станции скорой помощи В новогоднюю ночь у нас было очень много вызовов, связанных с поражением и использованием пиротехнических изделий Было 52 случая На данный момент уже зарегистрировано 58 случаев В общем, с 1 по 4 числа Пациенты с самыми опасными ранениями лежат в глазном отделении городской клинической больницы Здесь рассказывают, в новогоднюю ночь дежурных врачей не хватало Пришлось поднимать коллег из-за праздничных столов Обычно поступают, каждый год есть такие больные 1-2, которые тянутся, может быть, 2-3 дня в плане поступления В этом году мы отмечаем массовое поступление С часу ночи до 2 часов ночи 1 числа Было госпитализировано 6 больных с тяжелейшими травмами Несколько больных потеряли полностью зрение Из 10 новогодних пациентов отделения частично зрение потеряли шестеро Эти осколки вынули из глаза одного из пострадавших В банке была петарда и камни Я банку встряхнул, она взорвалась Осколок попал в глаз Даже на животе есть рано Спасибо врачам, что спасли Но теперь буду жить с одним глазом Всех с Новым годом А вот другому пациенту, Виталию Бойко, повезло Способность видеть он не утратил Что навсегда потерял, так это желание встречать Новый год под взрывы китайских петард Поджог, первый выстрел вверх А второй выстрел оказался под ногами и в глаз Скорую помощь экстренно вызвали, привезли сюда Теперь никогда не буду и другим, конечно, не советую О причинах резкого увеличения количества новогодних травм приходится только догадываться Предположения есть у самих врачей Они говорят, наблюдали с тревогой Что в предпраздничные недели количество ларьков, открыто торгующих взрывчаткой, увеличилось Чего в прошлые годы не наблюдалось Сергей Ким, Алмаз Турто, Севен Ньюз, Алматы С нового года сразу в нескольких регионах Казахстана повысилась цена на электричество Новые расценки уже вступили в силу в Астане, Алматы, Павлодаре и Шимкенте А также в Алматинской и Североказахстанской областях В Алматы энергосбытии рост тарифа для потребителей объясняют увеличением цен на энергоисточниках В среднем на 8,5 тенге Кроме того, сразу на 33% поднялась цена на передачу электроэнергии по сетям компании КИГОК В среднем подорожание составило 7,5% Таким образом, для рядовых потребителей тариф в зависимости от уровней составил от 15 тенге 43 тен до 26 тенге 13 тен за 1 кВт-час Отмечу, что в последний раз стоимость электроэнергии в Алматы и Алматинской области была изменена в сторону увеличения ровно год назад Тогда рост составил 7% Повысилась отпускная цена на электричество и для жителей Шимкента Кроме того, там подорожали услуги канализации и водоснабжения Увеличение произошло таким образом Значит, для первой группы, которая составляла до 3 кубов, увеличение 33,3% Для второй группы увеличение не произошло, остались тарифы на уровне Для бюджетных организаций на 50% увеличились тарифы Для юридических лиц на 23,4% Это по водоснабжению Предполагается, что рост тарифов на свет в этом году коснется также Уральска и Кустанайской области Жители Петропавловска тоже отныне будут платить за электричество на 7-11% больше Для южных районов тариф он был всегда выше, чем для северных Потому что Севказэнергосбыт, снабжающий наши северные районы, он покупает электроэнергию у Севказэнерго То есть у Петропавловской энергопродизводящей организации Поэтому этот тариф дешевле А наши южные районы, сети принадлежат к штабу Энерго В селе Березовка Западно-Казахстанской области установили станцию экологического контроля Ее установка стала результатом многочисленных жалоб местного населения на сложную ситуацию в районе Планируется, что конструкция будет замерять уровень выбросов химикатов с ближайших месторождений Правда, работать она пока будет в тестовом режиме Бахтиар Даркеев продолжит Открытие новой станции экологического контроля привлекло внимание не только жителей Березовки, но и местных властей Чиновники разных уровней съехали в село, дабы показать, что ситуация находится под контролем А для пущей убедительности даже прессу позвали Это заместитель Акима Западно-Казахстанской области Арману Тегулов С недавних пор он же возглавляет комиссию по расследованию ЧП в селе Березовка На сегодняшний день 1357 человек, которые проживают в самом Березовке, прошли медицинский осмотр Из них 1018 взрослого населения, 311 детей и 28 подростков Пристально следить за здоровьем жителей Березовки чиновники стали после того, как несколькими неделями ранее в районную больницу с недомоганием поступили 29 человек 25 из которых дети, спустя пару дней в эту же клинику госпитализировали еще 23 сельчанина По мнению людей, причина отравления – выбросы химикатов на Карачаганахском месторождении Но специалистам еще предстоит озвучить подтверждение или опровержение Для этого и необходимо новое оборудование Преимущество нашей станции будет в том, что по 6 газонализаторам будет идти 10 определений То есть это и метан, и углеводороды, и плюс ко всему сероводород, диоксид серы, диоксид азота В общем, по всем 10 ингредиентам Что действительно стало причиной недомогания людей, никто пока не знает Установка этой станции пока первый шаг к определению истины Бахтияр Даркеев, 7 News, Западно-Казахстанская область Тем временем отменена чрезвычайная ситуация в Западно-Казахстанской области из-за отключения света Как сообщают местные власти, подача электроэнергии восстановлена во всех 7 пострадавших районах Напомню, 18 декабря из-за погодных условий на проводах линии передач образовалась наледь Из-за этого без напряжения остались 40 сельских населенных пунктов, в которых проживает более 58 тысяч человек Восстановительные работы закончились 30 декабря к 18 часам Но уже в 21 час того же дня авария повторилась Ее последствия удалось полностью ликвидировать только 4 января В настоящее время ведется подсчет суммы нанесенного ущерба Праздничное настроение автолюбителям омрачили поправки в закон о дорожном движении Они вступают в силу через два дня Несмотря на то, что документ подписали еще в апреле прошлого года Настоящий ажиотаж он вызвал именно сейчас Речь идет о фарах, включенных в дневное время суток Об обязательных креслах для детей И об отмене доверенности Действительно ли есть повод для беспокойства у владельцев машин Выясняла наш корреспондент Айгуджа Малова 150 сантиметров, 36 килограмм Они сюда, конечно, должны влезть, но не факт Не факт, но постараться надо Иначе грозит штраф в размере 5 МРП Через два дня полицейские начнут штрафовать всех Кто перевозит детей до 12 лет без автокресла Что, конечно же, на руку предпринимателям считают казахстанцы Однако эксперт Виталий Степанов уверяет Главное – безопасность Если пассажир меньше 140 сантиметров То автоматически ремень приподнимается И находится уже на гортане То есть при резком торможении Ребенок получает удар на гортань И может получить травмы, несовместимые с жизнью У нас в большинстве случаев детей абсолютно вообще не пристегивают Тем не менее, такие поправки всерьез обеспокоили всех автовладельцев Особое неприятие вызвало требование передвигаться днем С включенными ближними фарами в черте города Это коррупция, это кому-то выгодно Это выгодно Лампочки купить, генераторы взять, ремни по мелочи Это выгодно кому-то, это деньги Это ущемляет права других людей, правильно? У кого есть, нет возможности Тот не сможет, он не будет тогда ездить Поставить машину свою, шестерочку, копеечку И будет она стоять А вот представители общества содействия автомобилистам В этот раз на стороне законотворца В частности, поправку об установлении автокресел Считают вполне уместной Сохранение здоровья и жизни детей В общем-то, это обязанность в любом случае родителей Поэтому я абсолютно поддерживаю эту норму Окончательную точку в спорных вопросах поставили в МВД На брифинге разъяснили, что езда днем по городу с включенными фарами Снизит аварийную ситуацию на 20% А устанавливать автокресло нужно лишь на переднем сидении Во всех остальных случаях необходимо специальное удерживающее устройство Рассчитанное как на новорожденных, так и на 12-летних подростков Вот такие специальные удерживающие устройства Вот видите, через ремень безопасности То есть на заднем сидении, только на заднем сидении Можно так пристегивать ремни Либо вот есть у нас еще такие бустеры, подушки безопасности Вот специально они подкладываются снизу И которые позволяют также безопасно пристегнуть ремнями безопасность То есть все эти устройства, они есть в наличии, в продаже Их можно будет приобрести В новом документе есть чему порадоваться, шутят законотворцы К примеру, доверенность на вождение авто отменили А ранее внесенный пункт о запрете на парковку и остановку вдоль дороги Исключили из правил дорожного движения Айгуль Жамалова, Канад Жумабеков, Севен Ньюс Один из тех, кто активно выступал против тотального запрета на парковку вдоль дорог Юрист Сергей Уткин Он сейчас на прямой связи со студией Сергей, здравствуйте Я думаю, вы, как и я, рады, что пункт о запрете парковки все-таки отменили Какие еще, по вашему мнению, новые правила все-таки вызывают сомнения? Ну, у вас? Здравствуйте Да, конечно, я удовлетворен Пункт отменили Все прекрасно Как бы разумность восторжествовала И все может быть как в нормальных развитых странах По другим пунктам, в принципе, в правилах все нормально Знаете, как бы вот свет там надо днем включать Да, кто-то возмущается По некоторым другим там кто-то возмущается Ничего страшного, да, все привыкают И все будет окей Только единственное, на мой взгляд, не хватает одного пунктика Чтобы все нарушения правил дорожного движения полиции Всегда снимались на видео Потому что у нас эти конфликты просто бесконечные Между водителями и полицейскими И потом в судах невозможно ничего доказать А если каждый полицейский будет знать Что прежде чем привлечь человека к ответственности Нужно заснять это нарушение на видео Тогда они свои машины, автомобили полностью обклеят Этими видеокамерами всевозможными Во все четыре стороны И все будут снимать И все спорные вопросы полностью уйдут на нет Хорошо, я понял, что ту же норму о наличии детских автокресел Вы все-таки одобряете Но вам не кажется, что государство могло бы предоставить водителям Ну, какое-то время на то, чтобы купить эти приспособления Ну, ваш вопрос абсолютно разумный То есть, действительно, всегда, когда Какое-то нововведение касается очень большого количества людей Тем более связано с финансами То есть, нужно же деньги людям выделить Чтобы приобрести эти кресла Нужно найти в магазинах Нужно понять, что это за приспособление Там ведь не только кресла, кстати, могут Потому что, ну, большие, крупные дети Которым там 11-10 лет Они уже в эти кресла ни за что в жизни не влезут Так вот, им нужны какие-то специальные там ремни, приспособления Кто их где видел в магазине? Пока их нет, по-моему Может быть, они где-то есть спрятаны Но это надо так досконально всем людям объяснить И, конечно же, на это нужно дать время Я с вами абсолютно согласен Спасибо, Сергей Как отмечают полицейские Павлодара Только за 4 дня выходных Они зафиксировали более 600 нарушений ПДД Более половины превышение скоростного режима И езда в нетрезвом виде Не обошлось и без смертельных случаев ДТП в Темиртау унесло жизнь полицейского Впоследствии аварии зафиксировал видеорегистратор Одного из участников движения В автомобиль 28-летнего стража порядка Врезалось авто, водитель которого не справился с рулевым управлением Как сообщили в пресс-службе После столкновения машину полицейского Вынесло на встречную полосу Где произошел еще один удар Затем автомобиль врезался в дерево От полученных травм Ильясов Сотрудник УВД города Темиртау скончался на месте По факту ДТП возбуждено уголовное дело Смертельный случай произошел И в Павлодаре Там водитель также не справился с управлением И врезался в дерево Водитель автомашины Мерседес Не справился с управлением Совершил наезд на дерево В результате которого Пассажир скончался на месте Совершения ДТП А водитель получил телесное повреждение Изменения внесены в административный кодекс Приставания к людям В общественных местах Теперь карается законом Такая статья предусмотрена В новой редакции документа Который вступил в силу с нового года Те, кто настойчиво предлагает свои услуги Или просит денег у прохожих Будут наказывать штрафом в 5 МРП За повторные нарушения Можно попасть за решетку О том, кто в первую очередь Становится нарушителем Расскажет Надежда Полинка Новый административный кодекс Вступил в силу 1 января Но пока просить милостыню на улицах Астаны Меньше не стали Попрошаек можно наблюдать в привычных местах Кто-то молча ожидает подаяния от прохожих Кто-то навязчиво клянчит деньги Прямо на проезжей части А это уже по закону нарушения Им же надо устраивать куда-то надо Чтобы бесплатно кушали Обеспечили То есть вы против, чтобы их штрафовали, да? Конечно против Они же от бедности просят Новый кодекс, будучи в разработке Не раз подвергался критике В том числе и со стороны депутатов Так, по мнению Владислава Косарева Нововведение не решит проблему А лишь усугубит положение малоимущих Это глупость Это глупость Высочайшей марки глупость Как вы оштрафуете нищего Есть поговорка Отобрать у нищего сумму Как государство Может Отнять, оштрафовать человека Который и без того Побирается для того, чтобы набрать Крошек, поесть Его заштрафовать Это нелепость Но документ все же принят Кстати, нововведения Коснулись и женщин легкого поведения Которые настойчиво предлагают Свои услуги прохожим К примеру, жители привокзального района столицы Утверждают Тут таких нарушителей немало Спокойно пройти Не став объектом домогательств Здесь, говорят, невозможно Часто Я со мной в автовазе работаю Часто здесь Каждый день хожу здесь Вон-то, вон Много стоят А что говорят в основном? Девушки, квартира, девушки Постоянно предлагают Мне неприятно Я вообще за этот закон А то они вообще наглые Постоянно Согласно закону Таким нарушителям грозит штраф При повторном задержании Арест При этом, если нищий будет молча Стоять с протянутой рукой А работница панели окажется ненавязчивой Их наказание не коснется Скептики сомневаются Доказать сам факт приставания Будет непросто Здесь, как бы сказать Предусмотрено В самом административном кодексе И доказывание И отбор Опрос свидетелей Опрос самого правонарушителя И взять Объяснитель От потерпевшего человека Дело в том, что Вы приводите Такой классический случай Можно так же само сказать Я проехал на Красную Но я не проезжал Докажите Здесь то же самое В принципе Если есть свидетель Если есть заявитель Здесь, я думаю Проблем никаких не возникнет И кстати Еще одно интересное новшество Но уже в уголовно-процессуальном кодексе В Казахстане Начало действовать Правило Миранды Это когда полицейские Зачитывают подозреваемому В уголовном преступлении Его права при задержании Вы имеете право Хранить молчание Вы знаете текст Так что сможете меня проверить У вас есть право на адвоката Надежда Полинка 7 News Кроме того С 1 января 2015 Вступили в силу Новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Поправки В первую очередь Направлены На упрощение И ускорение Процесса расследования Преступлений Одно из важных Новшеств УПК Это исключение Института доследственной проверки И стадии возбуждения Уголовного дела Также в будущем появится Фонд помощи потерпевшим То есть материальный ущерб Людям пострадавшим от преступлений Будут восстанавливать Из средств этой организации Кто может рассчитывать На такую помощь И каким образом Будет осуществляться Деятельность фонда Пока неизвестно Все механизмы Еще не отработаны И находятся на стадии разработки Известно лишь Что его деятельность Будет регулироваться Законодательством Теплая погода В Казахстане Сохранится недолго Согласно сообщению Казгидромета В ближайшие три дня Температура воздуха На западе страны Составит 10-15 градусов Морозом На севере Минус 2 Плюс 3 На юге Около нуля И в восточной части Республики Ноль А местами Минус 10 На большей части Территории Казахстана Ожидаются снегопады И метели В южных регионах Дождь, снег, гололед Сильный ветер От 18 до 25 метров В секунду По информации синоптиков Также сегодня По Акмолинской области Объявлено Штормовое предупреждение Из-за усиления ветра До 15-20 метров В секунду Прогноз погоды По городу Астана 6 января Ожидается переменная Облочная Временами снег Метели Ветер Юго-западный 5-10 Днем порывы До 14 метров В секунду Температура ночью 4-6 Мороз за днем 1-3 градусов Мороза 7 января Ожидается Облочная Временами снег Метели Ветер Юго-западный 9-14 метров Временами порывы До 15-20 метров В секунду Температура ночью минус 1, 3 градусов мороза, днем минус 1, плюс 1 градусов мороза.